Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Алексей Ёжиков. Я руководитель секции коучинга Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии. Но сегодня я с вами планирую в ближайшие 45-50 минут, 60, поговорить не о коучинге, а о том, как мы с вами зарабатываем в частной практике психотерапевта-психолога-коучинга. Дело в том, что многих из преподавателей Ассоциаций, к которым я отношусь, поражает то, что во многих, в отработках в тройках, во время базового курса и последующих, в интервизиях, в каких-то еще взаимодействиях обучающиеся как психологии, так и коучингу обсуждают, конечно, очень много вопросов, но один из тех, который постоянно громко звучит, это вопрос, как зарабатывать деньги. То есть я учусь психологии или терапии или коучингу, я инвестирую в это, как я на этом, как я смогу вернуть эти инвестиции и сделать это своей профессией. Собственно, профессию отличает от непрофессии то, что профессионалу платит деньги за то, чем он занимается, а за хобби обычно платите вы. И это доходит настолько до, как мне кажется, курьезного уровня, что специалисты даже на интервизии приходят, которые, казалось бы, требуются для того, чтобы решать какие-то сложные профессиональные задачи в клиентских кейсах, повышать свои собственные навыки. Специалисты приходят на интервизии с запросами, как мне там, значит, лучше... Как мне начать писать посты в запрещенной социальной сети или в разрешенной социальной сети? Как мне заставить себя, значит, вот это писать регулярно, что делать мне не о чем писать и так далее. Такое ощущение, что на интервизии приходит кружок писателей про психологию, а не, собственно, психологов. И у этого есть ряд причин, во-первых. А во-вторых, у этого есть целый ряд, ну, как нам кажется, ошибок в поведении специалистов, в том числе и студентов мира КПТ и РКПП, которому мы очень давно хотели адресоваться. И этот курс, о котором я сегодня буду говорить через некоторое время, потому что сейчас я буду вам не про курс рассказывать, сейчас я буду рассказывать, что с этим не так. Но вот курс мы готовили больше года, наверное, потому что нам очень хотелось сделать так, чтобы, во-первых, у нас появилось какое-то место, куда всех людей, которые этим интересуются, или у которых именно это, да, обеспечение дохода, поиск платных клиентов, а как мне назвать цену, а как мне сделать так, чтобы ко мне клиенты регулярно приходили, в общем, этих людей направить в одно специальным образом для этого спроектированное русло. Потому что если кто-то из вас, например, проходит обучение на БК, на базовом курсе по КПТ, да, то там уже последнее время есть и индивидуальная терапия, или индивидуальное консультирование, если быть точным. И в этом индивидуальном консультировании снова одни и те же вопросы, как мне начать зарабатывать, как мне начать зарабатывать, или как мне начать писать посты. Ну вот, с моей точки зрения, это, конечно, неправильно, да, и в индивидуальном консультировании нужно заниматься индивидуальными психологическими, эмоциональными и прочими проблемами или задачами, да, или достижением жизненных целей. А вопрос развития дохода в частной практике решать отдельно. Ближайшие где-то минут 20, может быть, чуть больше это время не займет, я вам расскажу, что с этим совсем не так. Еще в оставшиеся где-то минут 15 основного времени я расскажу, что это за курс мы такой сделали, да, и что на нем будет. Кроме этого, у нас еще 18 июля, об этом будут отдельные уведомления, состоится зубинар «Пять шагов к частной практике», в котором мы уже будем кое-какие упражнения проводить, то есть он будет проходить в зуме, а не в формате эфира. Поэтому, если вам интересно, то еще записывайтесь на вебинар, не пропустите, да, он будет с регистрацией. И вы сможете позадавать вопросы, сейчас я перейду, да, вот у нас в Телеграм-канале сейчас ассоциации, да, последнее сообщение о том, что идет прямой эфир, там есть комментарии. Вот в этих комментариях можно будет позадавать мне вопросы на любые темы, которые вас беспокоят, связанные с развитием частной практики. Я постараюсь на них ответить сейчас, либо пробросить вас вперед в тот контент, который мы для вас создали, и ту программу, которую мы разработали. Итак, давайте просто начнем сначала. Ну, важно понимать, что кроме того, что я преподаю коучинг, когнитивно-поведенческий коучинг, я еще выступаю с интервизором, провожу интервизии, и запрос, что я, у меня проблемы с тем, чтобы зарабатывать на психологии, на коучинге, да, и так далее, он постоянно порождается и в супервизиях, и в интервизиях, и в коучинге для тех же коучей, в коучинге для психологов. В общем, звучит постоянно. И при этом он постоянно звучит в одном и том же, в одной и той же формулировке, как будто бы он об одном и том же. Соотнеситесь с собой. Это звучит обычно так. Мне надо писать вот эти долбанные посты, извините меня за прямоту, да, значит, делать какие-то там фотографии своего лица радостного и постить контент в социальную сеть или там постить в Telegram-канал, а я не знаю, о чем писать, я не хочу, меня это ломает, я когда начинаю это делать, у меня сразу пустая голова, не знаю, что там написать, и вот я смотрю на других, на тех, у кого это получается, и вот у них получается, поэтому у них в практике все хорошо, у меня не получается, значит, все это катастрофа, практику мне никогда не развить и так далее. Ну вот, я думаю, что если знакомы, можете, тут, к сожалению, негде поставить реакцию, мне кажется, ну, в общем, можете соотнестись. Очень много таких соображений. И получается, что сама эта идея, что мне надо вести соцсети именно таким образом, является до определенной степени ограничивающим убеждением, да, мы же с вами когнитивно-поведенческие здесь все, и в целом, наверное, неплохо, если бы мы как-то соотносились с реальностью, да, и хочется задать вопрос, если у вас есть такая же точка зрения, как вы думаете, как развивалась частная практика у наших с вами коллег до появления социальных сетей. Ну, то есть что, у них не было забитой практики, к ним люди не приходили, они как-то не повышали свой доход. Нет, наверное, это удавалось психологам и в прошлом, и до появления интернета в том числе. И вообще говоря, люди с тех пор не изменились. Да, ускорилась коммуникация, да, появились разные каналы взаимодействия, но принципы взаимодействия не поменялись. Поэтому что приводит нас к вот такой жесткой нацеленности на то, что значит надо вести соцсети, причем каким-то определенным образом? Вам нужно посмотреть на более широкий контекст. Это распиаренный инфобизнесовый подход, который появился в отдельной индустрии, связанной с бизнесом по продаже информации. А еще само слово инфобизнес появилось в русском языке. Его предложил ныне покойник, к сожалению, Андрей Парабеллум, который был одним из основоположников этого направления. И инфобизнес был специально заточен таким образом, чтобы за счет вот этого быстрого обмена информацией в социальных сетях привлекать людей на быструю продажу каких-то небольших, а после и более дорогих продуктов. И поэтому все вот эти истории про воронки, про конверсии, про то, чтобы прогревы, разогревы, разборы, переразборы. Если вы распаковки, переупаковки, если вы слышите эти слова, то вся эта терминология – это терминология из инфобизнеса. И важно отдавать себе в этом отчет. При этом мы понимаем, что продажа информации не равно предоставлению психотерапевтической консультативной или коучинговой услуги. То есть несмотря на то, что очень многие инфобизнесмены называют себя, к сожалению, психологами, к счастью, редко называют психотерапевтами, но очень часто называют себя психологами или коучами, ну, с точки зрения профессиональных компетенций, далеко не факт, что они таковыми являются, а некоторые даже не пытаются говорить о том, что это так, что они там действительно какими-то компетенциями в этом отношении содержательными обладают. И получается, что у нас с вами включается одно когнитивное искажение, да? Снова мы с вами когнитивно-поведенческие специалисты, давайте вспоминать про когнитивные искажения. Есть такое когнитивное искажение, называется ошибка выжившего. Иными словами, вы видите только те каналы или те инструменты, которые попадаются вам на глаза, которые распиарены. А те каналы и те инструменты, которые работают ниже вот этой вот яркой проявленности и попадания вам в глаза, их вы не замечаете. И поэтому вы делаете суждение о реальности только по тем каналам, которые являются активными. То есть другими словами, да, вы видите в Инстаграме, потому что, простите, так запикаете у себя в голове это слово, да, значит, это запрещенная в России социальная сеть. Оговорку сделал, значит, в Нельзяграмме или в каком-нибудь другом ВКонтакте или в какой-нибудь другой социальной сети вы видите только те каналы, которые публикуют много сториз, публикуют много каких-то постов, и поэтому вы их замечаете. Более того, вы на них подписываетесь, и это еще больше усиливает их представленность в вашем пространстве. При этом важно понимать, что, например, ваши клиенты – это не вы. И ваши клиенты не подписаны на каналы 15 активных или 20 или 50 или 100 активных психологов или коучей. То есть то, что происходит в голове вашей потенциальной целевой аудитории, это не то, что вы видите перед глазами. И для того, чтобы нивелировать эту ошибку выжившего, важно понять, что вы просто не видите тех, кто не является активным вот в этой проявленности, но при этом является эффективным специалистом. Есть огромное количество психологов, коучей, кто не ведет социальные сети. Да, у них там есть оформленная визитка, как бы шапка заполнена, там ссылка на какой-нибудь еще мини-сайт мобильный. Там есть 3, 5, 6, 7 постов, и которые при этом работают за 8, 10, 15, 20 тысяч за сессию. И у кого при этом забит график. И я хочу подчеркнуть, что это не что-то сверхъестественное, это не что-то уникальное, это не что-то, что запредельно невозможно. Это то, что доступно каждому из вас. То есть развитие практики по модели, ну, вот этого пиара в социальных сетях и рекламы, оно в целом возможно, но оно не является не только не единственной моделью, оно еще и не является наиболее эффективной моделью на старте практики. Сейчас вы узнаете почему. Итак, с учетом того, что у нас с вами есть ошибка это выжившего, что можно сделать, чтобы оказаться ближе к реальности? Ну, во-первых, надо иметь возможность сравнивать себя с другими коллегами. А для этого очень нужно общаться нам с вами друг с другом. И, в общем-то, не только каналы ассоциаций с комментариями, но еще и, допустим, тот же КПТ-форум, который проходит каждую весну в Петербурге, и я рекомендую вам категорически его посещать, это пространство для того, чтобы общаться с другими коллегами. То есть если у вас нет социальных связей, просто общения открытого с другими коллегами в рынке, то вы не знаете, как устроена практика у тех, у кого реально есть некий доход и устойчивое развитие практики. Вы смотрите на активные соцсети психологов или коучей и считаете, что только так можно свою практику развить. Вот это ошибка. К сожалению, у нас комьюнити, да, наши профессиональные не суперразвиты, поэтому активность в этом смысле зависит от вас. То есть это ваша задача, если вы хотите развивать свою практику, взаимодействовать с коллегами, беседовать с ними, пить кофе, встречаться на каких-то митапах, на каких-то конференциях, на каких-то онлайн-событиях и обсуждать те линии вещи в куларах или, повторюсь, за чашкой кофе. И здесь возникает следующий важный подспочный вопрос или аспект. Это аспект вашей собственной активности в своем развитии и активности в отношении того, как именно вы проявляетесь. Что я имею в виду? Дело в том, что у многих специалистов есть такое представление, которое сложилось из этого распиаренного инфобизнесового подхода про соцсети, что если я сейчас сяду и напишу много постов с привлекательными фотографиями и выставлю их в социальную сеть, то ко мне оттуда начнут приходить клиенты. Это совершенно не так. Я по первой своей карьере я 14 лет работал в диджитал-маркетинге как руками, так и в качестве директора по развитию в разнообразнейших совершенно компаниях. У меня есть свой курс по маркетингу, бесплатный, вы его можете нагуглить или на Яндексе, набрав просто сумму маркетинга в поиске. Есть открытый курс, там не нужно регистрироваться, просто на Ютубе вы можете смотреть ролики по маркетингу для микро-малого и среднего бизнеса. Так вот, дело в том, что сейчас я просто не успею объяснить, почему это так, но вот этот подход, я сейчас выставлю себя в соцсети, ко мне придут клиенты, не сработает, потому что он не сработает никогда. Вопрос, каким образом клиенты окажутся на вашем профиле. Как клиенты вообще вас увидят? Как клиенты увидят ваши сторис, как клиенты увидят ваш пост, если они на вас еще не подписаны? А если они на вас еще не подписаны, то как они на вас подпишутся для того, чтобы дальше там что-то про вас видеть? И на этот вопрос очень часто вы сами себе не отвечаете. И кажется, хорошо, некоторые начинают отвечать на этот вопрос, ну, наверное, нужно писать что-то интересное для клиентов. И через недельку после того, как вы пытаетесь писать что-то интересное для клиентов, у многих возникает еще такая мысль. Я не знаю, что сказать. Ну, то есть я не знаю, о чем писать клиентам. Все же уже написано, да? Что, опять в 35-й раз писать про когнитивную модель? Или опять, значит, про, не знаю, там, модель привязанности по болде? Или, ну, о чем еще писать? Опять в 150-й раз, значит, про диагностику депрессии. Вроде как кажется, что все об этом знают, да? И получается, что вы не знаете, что сказать, потому что, а, вам кажется, что, ну, клиенты все, включая ваших потенциальных клиентов, уже все знают. Потому что вы знаете, да? Сразу очевидно отмечаете у себя когнитивные искажения, да? Второй пункт. Потому что вы не знаете, кто вы. Очень часто в начале практики специалист не может себе ответить на вопрос, я вообще какой психолог? Ну, хорошо, когнитивно-поведенческий консультант. Я для кого психолог? Или я для кого коуч? С кем я работаю? С какими запросами? С какими состояниями? Какими... В чем мои отличительные особенности как специалиста? Да, не в чем я лучше. Здесь тоже мы еще зацепим немножечко вопрос про этику. А в чем моя уникальность, чтобы мои клиенты, вот прям мои, да, с которыми у меня точно будет терапевтический альянс хороший, чтобы они пришли ко мне. То есть не знаете, кто вы. И более того, вы еще и не знаете, кто ваш клиент. С кем я хочу работать? С мамами в декрете? С семейными парами? С руководителями компаний? Не знаю, со спортсменами? С людьми искусства? У вас часто нет понимания? Я, вот я заканчиваю, значит, базовый курс. Ну, что, я умею работать с депрессивными, тревожными состояниями. Еще проходя продвинутый курс, я, значит, умею работать со всеми, со всякими разными нозологиями, да, там, от УКР до... не знаю, каких-нибудь расстройств еще связанных со стрессом и, соответственно, там, с паническими атаками, допустим. И вот, как бы, вы видите профили, которые как под копирку, да. Я работаю вот с таким списком состояний, вот с таким-то списком возможных клиентов. И когда вас спрашиваешь, а кто ваш клиент, ну, в лучшем случае специалист ответит 1865 мужчины и женщины среднего достатка, да, которые знают, что такое психология, ну, как-то тоже вроде не актив, не сильно помогает вам в коммуникации. И вот почему это происходит. Потому что, если вы начинаете работать в частной практике, а не устраиваетесь в найм, в клинику, или, например, не начинаете работать в агрегаторе, хотя и там тоже эта задача стоит, да, четко описать, кто вы, чтобы отличаться от других людей, которые на этом же агрегаторе работают. Так вот, вам приходится осваивать вторую роль. Вы, обучаясь на базовом курсе, осваиваете роль психолога или терапевта или коуча. Если вы учитесь как психолог или психотерапевт, то для вас, именно для того, чтобы вы в этой роли входили вот в практику и не боялись проводить сессию, выдерживать состояние клиента. Для этого у нас в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии есть школа начинающего специалиста PSY-START. Кстати, последний набор начался, вот я не буду врать, но чуть ли не вчера. И, возможно, там еще можно скачать в уходящий поезд вот этого потока, да, но тем не менее он помогает вам укрепиться в собственном представлении, что я как специалист могу внутри сессии работать с чем-то, да, и вот это роль специалиста, давайте так ее назовем. Но, если вы развиваете, или когда вы развиваете частную практику, у вас есть вторая роль, это роль предпринимателя, который продает услуги вас как специалиста. И это, как в коучинге любят говорить, две разные шапки, да, то есть вот у меня есть шапка специалиста и есть шапка предпринимателя, который продает услуги этого специалиста. И это две разные шапки с двумя разными взглядами на мир. Буквально, вам нужно просто другие вопросы себе задавать. Вместо того, с кем я могу работать или с чем я могу работать, вы перестраиваетесь или в то, что, например, нужно идеально описать себя, да, как мог бы, например, специалист подумать. Вам нужно перестроиться в модель выдвижения, тестирования, гипотез, быстрые проверки, гипотез, fail fast, проведение интервью с потенциальными клиентами, постоянного получения обратной связи от вашего целевого сегмента и так далее, и так далее, и так далее. Это просто разные подходы к тому, что вы делаете. И, к сожалению, или к счастью, в частной практике оба этих подхода полезно объединять. Опять же, в чем проблема? Кажется, что освоение второй роли, роли предпринимателя, это требует каких-то сверхъестественных знаний, новых, да, то есть как будто бы я вот отучился или отучился на курсе там по терапии, а теперь мне еще нужно на бизнес-курсе отучиться для того, чтобы бизнес развивать. И не перебор ли это? В целом, конечно, мы не предлагаем вам заниматься этим настолько же системно, насколько вы занимаетесь освоением навыков психотерапии, консультирования или коучинга, потому что действительно, в первую очередь, вы хотите заниматься этим. Но тем не менее, с точки зрения развития практики, вам все равно нужны вот эти базовые предпринимательские навыки, самые-самые базовые, буквально, как умение ходить. И вместе с этим ваши навыки предпринимателя будут развиваться, когда у вас будет развиваться практика. И вот здесь очередной такой небольшой блок в конце, да, вот той теории, которую я хотел вам дать здесь, для того, чтобы вы просто почувствовали, на каком языке мы говорим вместе с Таней Звягинцевой, моим соавтором и со-ведущей курса доход в частной практике, да, чтобы вы могли понять, интересно вам это или нет, откликается ли вам то, что я говорю. Так вот, к развитию практики. Дело в том, что очень многие психологи и коучи, которые еще в самом начале пути предполагают, что практика начинающего специалиста это то же самое, что практика сильно успешного специалиста, просто уменьшенная в 10 раз. Да, то есть, чтобы получить вот такую большую качественную практику, мне сначала нужно сделать такую же практику, только на 2-5 клиентов, потом все то же самое, что делается, масштабировать на 10-15-20 в неделю, а потом масштабировать на 100. это не так, потому что частная практика это некий живой организм. Точно так же, как ребенок в 3 года, это неуменьшенная в 10 раз копия 30-летнего во всех отношениях, да, то есть, там происходит постоянное изменение, накопление навыка и вообще говоря, переход на некие новые уровни формирования структуры, да, если мы говорим о человеке, и в данном случае структуры практики, если мы говорим о ней. Поэтому мы говорим, что есть несколько стадий развития практики и что эти стадии имеют качественные отличия друг от друга, то есть, когда вы находитесь на нуле, вам нужно не делать копию успешной практики какого-то супер успешного специалиста, вам нужно прорастать, да, то есть сначала, чтобы ваше это семя или зерно дало небольшой побег, потом этот побег превратился во что-то более кустистое, потом он уже вырос в большое дерево, да, маленький побег это небольшое дерево просто в миниатюре, как бонсай. И если теперь от метафор переходить к конкретике, то есть самая начальная стадия, да, нуля-нулевая, это когда вы заканчиваете базовый курс или там какое-то другое обучение, у вас есть практика в тройках, у вас была практика друг с другом, вы, возможно, попрактиковались бесплатно на ком-то из знакомых и у вас появились благодаря, не знаю, контактам или чему-то еще бесплатные клиенты или один-два как бы платных, которых вы там для супервизии готовите, но как-то очень задешево, я не знаю, 500 тысяч рублей за встречу или там за донат, да, за пожертвование и непонятно откуда брать новых клиентов. То есть вот у меня какие-то они там есть, полтора человека, но дохода в этом нет никакого, я только трачу на свое обучение дальше, на интервизии, супервизии и так далее, да, непонятно откуда этот поток вообще приходит или может приходить. Вот это начальная стадия. Наш курс, да, забегая вперед, он для тех, кто из начальной стадии может, хочет хорошо перейти в стартовую стадию. Стартовая стадия это когда есть 2-5 клиентов в неделю платных, которые платят вам уже какие-то, адекватные деньги. Мы отдельно об этом будем говорить, но по сегодняшнему рынку вряд ли имеет смысл начинать меньше, чем с 2,5 тысяч за сессию. Соответственно, 2-5 платных клиентов в неделю. У вас есть примерное понимание для кого и с кем хочу работать. То есть это не клиенты из серии вот этот клиент значит ну из какой-то одной оперы, этот клиент из другой оперы, этот из третьей оперы и мне готовить к каждому клиенту приходится лопатить там заново учебники, поднимать разные форматы аспекта концептуализации ну и так далее, и так далее. Это уже 2-5 клиентов, которые соответствуют вашим интересам, я бы так сказал. То есть нет такого, что вам с кем-то интересно работать, а с кем-то вот прям тягомотины не заходят, потому что ни кейс, ни состояние, ни цели этого человека, ну вам трудно их разделить как специалисты. И на этой стадии, на стартовой, да, у вас уже работает легонечко, но работает некий сарафан, причем вы можете управлять. Стартовая практика, соответственно, она дальше может расти органически. да, то есть там, где 2-5 клиентов, там потихоньку из разных каналов, ну в основном из сарафана приходят люди на диагностические встречи, из них там кто-то конвертируется, становится клиентом, и у меня из 2-5 потихоньку становится 5-7, потом там 7-10 и так далее. И соответственно, вот так стартовая практика может развиваться порядка полугода или года. В какой-то момент практика переходит в уверенную стадию. Уверенная стадия, это когда у вас есть 15-20 клиентов в неделю, у вас загруженный график, они все платящие, они вам интересны, вас устраивают, вы чувствуете, что даете им пользу, что вы имеете достаточно профессионализма, и тут на уверенной стадии возникает такая промежуточная, как бы промежуточный стеклянный потолок, когда вы понимаете, что количество тех, кто к вам приходит, превышает ваш график, то есть график забит, у вас уже проблемы начинаются, что ни выходных, ни чего-то еще такого, и вы понимаете, что нужно повышать стоимость. Вы, допустим, дошли до уверенной практики на стоимости 2500 рублей в месяц, кстати, если вы посчитаете, прошу прощения, 2500 рублей за сессию, если вы посчитаете, то это порядка, если это там 15 клиентов, там порядка 150 тысяч рублей дохода в месяц. Вы понимаете, что вы можете больше, что клиенты готовы некоторые платить больше, вам нужно повышать стоимость, и там вы упираетесь снова в потолок своих убеждений насчет того, что сейчас я подниму цену до 3,5 или до 4, и у меня половина значит отвалится, а вообще непонятно, будет ли ко мне по этой цене приходить, потому что у меня половина клиентов, которые явно себе больше 2,5 позволить не могут, ну и так далее, вам придется это побороть, и вы это поборете, выйдете на стоимость в 3,5 и 4 тысячи рублей за сессию, у вас отвалится половина клиентов, останется еще половина, при этом ваш доход практически не просядет, но вам нужно будет настраивать новый формат диалога, потому что это будет немного другой целевой сегмент, те, которые готовы платить эту цену. И в целом вот на этой стадии развития, на уверенной, вы можете пробивая вот эти стеклянные потолки повышения цены, это каждый раз будет требовать определенных усилий, не просто назвать цену, но и перестроиться, чтобы дальше вся вот эта машинка, весь сарафан, там какие-то уже приходы из социальных сетей, чтобы это все продолжало работать на новом ценнике. но, как вы понимаете, в целом вы можете там дорасти и до тех самых 8, 10, 12 тысяч за сессию за несколько лет или ну за сколько-то лет, давайте так это назовем. И в целом это уже возможность выйти на вполне вменяемые доходы. Есть ли дальше какой-то следующий уровень? В целом я бы это называл не уровнем, а скорее возможностью, потому что наши с вами коллеги, да, мы все очень разные и есть огромное количество коллег наших с вами, которые предпочитают индивидуальную работу, они работают со все более и более сложными случаями, все более и более эффективно, осваивая новые и новые инструменты, которые бы работали с теми клиентами, которые были выбраны, их это удовлетворяет. Но есть коллеги, которые несколько утомляются работать с одним и тем же и это зависит от склада психики, от личностных особенностей, коллеги, которые начинают видеть закономерности, какие-то паттерны у клиентов, понимают, что какие-то вещи можно делать асинхронно, то есть не повторять одно и то же, например, с точки зрения психообразования, а записать какие-то видео, сделать какие-то мини-курсы, марафоны, что угодно, какие-то продукты. И вот для тех, кому это близко, и индивидуальная работа становится скорее более утомительной, они начинают от нее выгорать. Следующий возможный вариант развития – это уже масштабирование, выход на некие продуктовые линейки. Здесь важно, что это тоже довольно серьезный, довольно серьезный, довольно серьезный вызов, потому что на этом этапе вам придется осваивать большое количество действительно новых компетенций, связанных с маркетингом, связанных с методологией формирования продукта, с методологией обучения взрослых. даже если вы будете делать какие-то групповые форматы, но это тоже будет требовать освоения техник, методик, работа с групповой динамикой и так далее. То есть шаг промасштабирования, он такой же нетривиальный и сложный, как и переход с каждой стадии на следующую. Давайте резюмируем. Получается, что есть начальная стадия, когда только бесплатники или один-два дешевых платных, потом есть стартовая стадия, где есть два-пять клиентов в неделю, и более-менее понимание для кого и более-менее работающий сарафант. Откуда по чуть-чуть, понемножку, но все равно приходят люди и вы можете этим как-то более-менее осознанно управлять. Следующая стадия это уверенная, когда есть 15-20 клиентов в неделю и скорее уже ваш график начинает не вмещать. Там есть сложности тоже за следующие такие крупные, серьезные шаги переходные, кризисные. Это повышение стоимости и для некоторых людей, кто это выбирает, это выход в масштабируемые продукты. Вам, каждому из вас, работать сразу со всей этой лестницей не имеет никакого смысла. То есть, как ребенку не имеет смысла учиться каким-то навыкам, которые потребуются ему через 15-20 лет каким-то более сложным. ребенку важно учиться тому, что находится сейчас в его ближайшей зоне развития. Вот и вам тоже важно совершать те самые нужные действия, которые находятся в зоне ближайшего развития вашей практики. И для тех людей, кто находится на начальной стадии или только вот перешел в стартовую, но еще нет ощущения, что я там устойчиво нахожусь, то есть я вроде уже 2-3-4 платных клиента в неделю есть, но еще пока нет понимания, как они у меня вообще появляются, а как мне контролируемо себе новых клиентов привлекать, да, вот если этого понимания нет. Вот для вас курс доход в частной практике. Он у нас называется базовым курсом. Почему? Потому что в базовом курсе вы вот из этой начальной или такой шаткой стартовой позиции приходите в устойчивую стартовую позицию. Если вы уже находитесь в устойчивой стартовой позиции, то вам, в общем-то, доход в частной практике базовый курс, он не нужен. Потому что вы уже можете развиваться в этой стартовой позиции до уверенного состояния, когда у вас есть 15-20 клиентов в неделю и забитый график. Вот как там повышать стоимость часа, как проходить через вот эти кризисы обновления аудиторий целевых сегментов, вот с этим мы будем работать дальше на продвинутом курсе, который нам еще не запущен, но просто рано пока, он появится позже, возможно, в следующем году. И то же самое, что связано с задачами масштабирования. В курсе доход в частной практике мы этим не занимаемся. Но для чего мы создали этот курс? Он нужен для того, чтобы вы не просто перешли с начальной стадии на стартовую, получили этих двух-пять платящих клиентов в неделю, понимание, для кого вы здесь вообще работаете, и как устроен ваш сарафан, но еще и для того, чтобы вы с самого начала вошли в управляемое развитие своей практики. То есть вы не просто сделали какой-то скачок и сказали, ну вот, ладно, вот сейчас у меня это работает, а что дальше, там посмотрим в будущем. Нет. Дело в том, что мы вам прорисуем перед вами и вы для себя прорисуете картину на несколько лет вперед, какими будут ваши следующие кризисные точки, в каком вообще направлении, да, каков вектор развития вашей практики вы рассматриваете. А кроме этого, мы еще дадим базу по тому, как вести свою частную практику для того, чтобы вы потом не сталкивались с проблемами в развитии. В частности, как быстро и легко вести учет ваших клиентов, как внятно юридически и финансово оформиться, но на очень-очень простыми методами. У нас тоже, да, возможно, вы в курсе, в ассоциации есть специальный курс, важный, юридические аспекты специалиста. Вот наш курс, он не дублирует этот лабинар, точнее, серию семинаров. Я крайне рекомендую, да, курс Никитина по юридическим аспектам в частной практике, если вы находитесь на уверенной стартовой стадии, ну, в смысле, на устойчивой стартовой стадии, или вы уже в уверенной стадии находитесь, когда у вас, допустим, 15-20 клиентов в неделю, но вы еще юридически не оформлены, да, у вас нет четких договоров, вы еще не оформили там самозанятость или ИП, и как-то до сих пор принимаете на карту. Вот если у вас есть уверенная практика, но до сих пор вы вот это все не проделали, пожалуйста, запишитесь на курс по юридическим аспектам, это очень важно, и курс очень хороший. у нас на ДЧП, да, на доходе от частной практики, вы получите базовые инструменты для того, чтобы формировать такие понятийные договоренности с клиентами, для того, чтобы оформиться как самозанятый, чтобы формировать и четко понимать, сколько вы зарабатываете реально за час сессии с клиентом, потому что сюрприз-сюрприз, если вы поставили 2000 рублей за сессию, это не значит, что вы заработали 2000 рублей. Почему, да, мы будем разбирать на курсе? Вы будете управлять своим ценообразованием, вы сможете планировать повышение цены, вы сможете адекватно управлять повышением цены и, в общем-то, упростить себе жизнь, когда вы будете переходить со стартового уровня развития, со стартовой стадии развития на уверенную стадию развития. Значит, что из себя будет представлять курс доход в частной практике? Первое. Это четырехнедельный интенсив, причем асинхронный. Что это значит? Что вы будете находиться на платформе на нашей на мире КПТ, ну, это бит-курс, просто на нашем домене. Соответственно, на этой платформе у вас будут открываться занятия. Это очень короткий текст, прошу прощения, очень короткие видеоуроки с разнообразными шаблонами, примерами документов, примерами, там, изображениями, да, как это можно сделать. То есть, с очень большим количеством вот такой поддержки, прям конкретной, да, не просто какая-то общая теория, а вот конкретный документ, возьмите его, заточите под себя. Или вот конкретный документ, вот по такой инструкции заполните его своими контактами. И кроме вот таких уроков онлайновых, там еще будут еженедельные вебинары, на которых мы будем, собственно, отвечать на вопросы, разбирать затыки, в общем, помогать каждому, если что-то было в этих уроках непонятно. Но, кроме этого, у нас там еще будет работа в мини-группах по 4-6 человек, и получается, что вы будете вместе с другими коллегами обсуждать результаты друг друга, вы будете отстраиваться друг от друга с точки зрения вашей самопрезентации и так далее. То есть на этот месяц у вас еще будут от 3 до 5 товарищей, по счастью и по развитию практики, каждый из которых будет идти своим собственным путем, и вы будете это делать вместе. Вы увидите, что это даст еще очень много добавленного эффекта по работе на этом курсе. Соответственно, он будет состоять из 4 ступеней недельных, и мы вас, по сути, делаем за руку вместе с Татьяной. Мы будем кураторами, будем проверять ваши домашние задания, отвечать на вопросы, соответственно, на вебинарах отвечать на вопросы. Мы будем вас за руку проводить по шагам. То есть здесь важно, что курс построен не в плане теории, от общего к частному, или, знаете, как строится обычный теоретический курс. Нет, мы прямо шаг за шагом будем распутывать, начиная с ваших предубеждений или ограничивающих убеждений, опасений по поводу развития практики, опасений насчет того, чтобы предъявляться, опасений того, чтобы связываться со своими знакомыми и предлагать им рекомендовать вас другим знакомым. Это все очень часто для начинающего специалиста звучит так, что волосы начинают швелиться на голове. Так вот, мы с этим совсем будем работать с полной ясностью и повышением вашей ясности, понимания, как это работает, почему это безопасно, почему это не противоречит этическим нормам. Тоже забегая вперед, курс доход частной практики естественно согласован с этическим кодексом ассоциации когнитивно-поединенческой психотерапии. Более того, мы везде делаем на это упор, и если вы посмотрите на PSY-START школу начинающего специалиста, там есть отдельный блок посвященный этике, у нас тоже будет отдельный урок посвященный этике, и сама структура курса построена таким, что вы не занимаетесь неэтическими коммуникациями. Более того, мы вам расскажем, что является неэтичным во внешней коммуникации психолога или коуча, чтобы вы этого не делали. Ну, например, пакеты сессии не продавали. Если что, вдруг, если кто-то продает, сюрприз-сюрприз, это неэтично. Сможем об этом отдельно поговорить. Мы поможем вам, по сути дела, зародиться в роли предпринимателя и начинать выстраивать вот этот предпринимательский майндсет в отношении продаж своих услуг как специалиста. Это не означает, что мы вас будем там мини-МБА проводить для вас или там школу делового администрирования. Нет, просто это некоторые тоже там базовый взгляд, базовые установки на этот мир. Мы поможем вам разобраться, с кем вы хотите работать, почему и как, сформировать короткую самопрезентацию, начать системно работать с вашими контактами и вашим сарафанным радио и получать оттуда клиентов. И если вы все будете делать четко, последовательно, вовремя, по домашним заданиям, то первые клиенты у вас могут появиться к концу нашего курса. То есть тем самым, по сути дела, курс он сам себя отобьет. Но параллельно с этим мы занимаемся подготовительной деятельностью к вашим будущим стадиям. То есть мы, кроме самой презентации, создаем вашу визитку в соцсетях, которая была бы достаточно информативной для ваших выбранных целевых сегментов для вашей аудитории. Мы помогаем вам написать качественный пост о себе. мы помогаем вам начать системно вести бэклог, такой список того, о чем вы могли бы писать, что было бы интересно и вам, и вашим целевым сегментам. Более того, вы начинаете это делать достаточно активно и регулярно. Мы предоставляем все шаблоны документов, инструкции, ну, в общем, действительно ведем шаг за шагом. И с одной стороны мы опираемся на наш опыт индивидуальный, да, в частности, я сам прошел все эти стадии развития вплоть до масштабирования. Татьяна прошла ряд шагов вплоть до уверенной практики. И Татьяна занимается консультированием психологов и коучей в отношении развития частной практики, да, то есть это наш совокупный опыт. И кроме этого мы используем современную теорию практику маркетинга, но при этом не используем сложных слов, каких-то сложно сочиненных, там, конструкций и так далее. То есть разговариваем с вами на одном языке. Наверное, вот это основные вещи о курсе. Мы не ради того, чтобы, значит, как-то вас сейчас пытаться туда затянуть, да, но скажу, что там у нас первый набор в ассоциации на этот курс, и количество мест ограничено шестью-десятью людьми, потому что кураторами будем выступать только мы с Татьяной, и нам нужно иметь возможность как бы всю эту аудиторию системно провести за руку от начала до конца. Понятно, что вы можете, там, ну, я вам предлагаю, да, довольно активно посмотреть промо-страницу курса, ссылку на которую есть на объявление этого эфира. Ну, и в общем не подтормаживать с принятием решения. Если сомневаетесь, да, если, ну, вы еще не чувствуете, что это для вас, но есть мысль, что могло бы быть полезно, вы можете прийти на наш именно уже вебинар зарегистрироваться, который пройдет 18 июля. Он еще, по-моему, еще нет странички регистрации, поэтому следите за новостями в канале Ассоциации конкуртивно-поеденческой психотерапии или в канале секции коучинга. АКПП. Мы будем обязательно, в общем, еще этот вебинар рекламировать. На этом вебинаре, опять же, вы сможете вживую задать вопросы, сможете пообщаться с нами для того, чтобы принять решение о том, что хотите вы или нет участвовать в курсе. Но у вас есть уникальная возможность поговорить, позадавать вопросы сейчас. Да, и вот эти вопросы уже начали задавать коллеги в Телеграме, и я вот сейчас на них отвечу в оставшиеся 10-13 минут нашего с вами эфира. Поэтому подходит вам или нет, да, вот если вы хотите уточнить, напишите в Телеграм-канале АКПП под постом, да, прямой эфир, который сейчас идет, зайдите в комментарии и оставьте комментарии, я на него отвечу. Анна спрашивает, правильно ли я понимаю, что если практики еще нет, даже начальной стадии, то этот курс не подойдет. Смотрите, да, здесь речь идет о том, что вы уже начинаете практиковать, то есть, как минимум, вы находитесь где-то в конце базового курса, возможно, вы уже хотя бы бесплатные сессии целиком проводили, то есть, да, все-таки лучше, если у вас уже есть такой объем компетенции, чтобы через месяц после начала курса вы могли уже реально консультировать людей за деньги. Если вы еще не можете провести, не знаете, как строится контракт или не можете провести целиком сессию, то вам еще не сюда, потому что этот курс, он строго по тому, как я из нулевого состояния, нулевое, это когда я понимаю, что я могу работать с клиентом, я уже готова в это пойти, прийти на состояние, когда я плачу деньги, ой, прошу прощения, получаю деньги от клиентов за мою работу. Целесообразно ли идти на курс, если модальность не КПТ? Да, целесообразно. В целом, мы там используем некоторые наши общепринятые когнитивно-поведенческие термины, но в целом, если вы не работаете в КПТ-модальности, вам сам этот курс тоже подойдет. В чем отличие курса от PSY Start? Давайте еще раз, Наталья, да, это две разных вещи, и они очень важные обе. PSY Start – это курс, который предназначен для того, чтобы вы уверенно себя чувствовали в практике с клиентом, то есть чтобы вы могли уверенно с точки зрения роли специалиста провести клиента по этапам целеполагания, концептуализации, реструктуризации убеждений, формирование там поведенческих экспериментов и так далее, то есть чтобы вы себя уверенно чувствовали как специалист в сессии. Для этого нужен PSY Start. для того, чтобы вы вошли в роль предпринимателя, человека, который продает свои услуги, выходит в контакт с потенциальными клиентами, объясняет им ценность той услуги, которую предоставляет, чем может помочь, кому может помочь, сфокусироваться на каком-то определенном сегменте клиентов и так далее. То есть вот это начало развития роли предпринимателя, который продает свои услуги, вот для этого нужен доход от частной практики. Так, есть ли еще вопросы, друзья мои? Пока вопросов нет. Ага, вот я вижу, печатают. Печатайте, друзья мои, печатайте, я никуда еще не ухожу. Так, секундочку. Нет, что-то пока ничего не появилось. Коллеги пишут, спасибо большое. В общем, пожалуйста, давайте еще пару минут я подожду. Пользуясь случаем, да, еще раз повторюсь, приглашаю на вебинар, который у нас 18 июля состоится, то есть сегодня у нас такой открывающий эфир. В целом вы уже могли видеть промо дохода от частной практики, да, но надеюсь, я чуть больше определил, ну, для кого он подходит. Ага, Анна задает вопрос. Если уже работаю, но два-три клиента потолок, подойдет ли курс? Строго, да. То есть это вы перешли на, ну, как бы вы пытаетесь закрепиться на стартовой стадии, но у вас она еще как следует не закреплена в том смысле, что вы не уверены, как развивать сарафанное радио, вы не уверены, возможно, какие клиенты ваши, возможно, вы не можете контролировать этот поток клиентов или хотя бы системно им управлять. Да, это трудно, поэтому приходите, мы дадим вам все инструменты, и вы выйдете оттуда, ну, в общем, не только с плюс еще клиентами, то есть вы их однозначно наберете за это время, но еще и с пониманием, как дальше вы будете свою практику развивать. В общем, если у вас есть такое намерение, то, пожалуйста, вовремя приходить. Второй поток, Наталья спрашивает, когда будет, когда-то будет. То есть мы проведем первый, мы его проведем успешно, у меня нет в этом сомнений, потому что мы уже проводили этот курс раньше до ассоциации на открытую аудиторию, да, это первый запуск в рамках ассоциации. Мы, наверное, из числа, кстати, тоже, да, возможность развития, из числа тех, кто будет участвовать в доходе от частной практики в качестве учеников, студентов в этот раз, мы предложим отдельным из наших студентов стать кураторами, то есть людьми, которые будут работать дальше в следующих наборах дохода от частной практики с клиентами, и тогда мы сможем этот курс масштабировать, проводить большие наборы, потому что, ну, или проводить их чаще, потому что это будет требовать меньше увлеченности от авторов, да, и от нас как преподавателей с Татьяной. Вот, поэтому второй поток будет. Это пока все, что я могу сказать, но, вероятно, мы вряд ли сделаем его раньше, чем через, там, два месяца после того, как завершится первый поток. Поэтому, ну, не раньше, там, середина-конца осени или начала зимы, да, я бы так сказал. Поэтому, если вам что-то срочно надо, то заходите на этот. Так, Михаил спрашивает. Планирует переходить в когнитивно-поведенческий коучинг, начал практиковать. Считаю, что совпадает. А, я уже купил. Отлично. У нас здесь, вот, посмотрите, есть даже живые люди, которые уже вписались на доход от частной практики. Михаил, крайне рад. Ждем вас на курсе. Все сделаем по красоте. Сколько дней в неделю будет занято и в какое время? Значит, у нас по субботам будут проходить живые вебинары, которые, ну, в общем, крайне рекомендуются к участию, потому что мы без их посещения сертификат вам, скорее всего, не выдадим. Но, поскольку вы не за сертификатом, а за клиентами, ну, может быть, можно, в общем, и пропускать. Но, тем не менее, крайне рекомендуется быть на этих онлайн-вебинарах по субботам вечером. В остальное время у вас асинхронная работа. Это будет требовать сейчас порядка 20 часов в неделю. У нас есть просто методические материалы. У нас вся программа уже расписана, все уроки, в том числе, сколько там домашних заданий и тому подобное. Вот в неделю там, да, порядка 20 часов. То есть это немало. Надо понимать, что это интенсив. И, входя в этот интенсив, вы заходите не чтобы теорию узнать. Вы заходите, чтобы конкретно делать дела, которые будут приводить вас к тому, что у вас появятся клиенты. Поэтому важно быть готовыми на то, что работать придется много. и если вы не будете работать, то и если не сказать ахалай-махалай, да, никакого вошедства не получится. Поэтому заходите, если вы уверены, что вы собираетесь работать. И эта работа потребует от вас, ну, такого, да, довольно внятного количества времени. Уроки будут открываться каждый день. В какие-то дни они будут покороче, в какие-то дни они будут подлиннее, да, какие-то задания будут покороче, какие-то задания будут подлиннее, но вот так, да, то есть не по полчаса в неделю. Это порядка, порядка 20 часов в неделю. Но время вы выбираете сами. То есть уроки открываются в одно и то же время каждый день, да, вы двигаетесь тогда, когда вам удобно. Из жестких требований, да, это только субботние вебинары. Какой курс можете посоветовать, чтобы начать практику? Ну, Анна, собственно, вот этот. Если вы еще стесняетесь проводить сессии, то тогда вам на PSY Start однозначно. То есть если вы еще не чувствуете себя устойчиво, комфортно в том, чтобы работать с клиентом, ну, или хотя бы идти в этот дискомфорт, да, то есть вы прям, для вас проведение сессии является какой-то проблемой, все еще, то тогда обязательно в PSY Start, вот у нас даже поддержка там выложила в пост ссылку, еще вы можете всходить, вскочить на ступеньку уходящего поезда. Просто крайне рекомендую, очень хороший курс, замечательные коллеги помогут вам освоиться. Если вы уже чувствуете себя в целом адекватно, вы готовы уже вести сессии с клиентами, то тогда, даже если у вас полный ноль, вы можете заходить на доход от частной практики. Мы вас выведем на стартовый уровень. Все, тогда Анна пишет, проблема – это поиск клиентов, тогда, да, просто приходите к нам. ДЧП именно для вас. «Расписание вебинаров не совпадает ли с расписанием базового курса?» Вот это хороший вопрос. Анна, спасибо. Я постараюсь уточнить у коллег. У нас вебинары идут, но есть уже конкретные даты, вот они выложены в комментариях к посту. 29 июля, 5 августа, 12 августа и 19 августа, это субботы, с 18 до 20.00. Вот. Если кто-то в курсе, пожалуйста, маякните, совпадает это с базовым курсом или нет? Наталья спрашивает, пример практических ДЗ, которые надо будет выполнять. Ну, давайте, да. Сделаю небольшой спойлер. Затравочку. Сначала мы будем работать, например, с вашими убеждениями и опасениями относительно вообще проявленности и коммуникации с клиентами, привлечения клиентов в развитие частной практики. Это будет как индивидуальная проработка этих убеждений по определенному шаблону, который мы вам предоставим и объясним, как им пользоваться, а также работа в ваших мини-группах. Вы будете помогать друг другу, в общем-то, эти убеждения проверить на соответствие реальности. Кроме этого, конкретное практическое задание это сбор всех ваших контактов, которые у вас есть в телефоне, в социальных сетях, всех ваших знакомых в определенную базу и ее структурирование по определенной модели, которую мы также вам предложим и которую опишем, объясним, почему именно так, как оно работает. Потом это будет практика описание вас, выяснение, с какими сегментами вы хотели бы работать. Опять же, это будет довольно большое задание. Ну, оно тоже, в общем, как-то мы используем это распиаренное слово распаковка, но просто для удобства, потому что очень многие из вас уже его знают. Просто мы это делаем немножечко по-своему и в рамках общей модели и методологии. Потом практические задания выбрать из базы клиентов тех, прошу прощения, не клиентов, не базы клиентов, базы знакомых, тех, кому вы могли бы обратиться за помощью в, в общем, сарафане. После этого мы с вами практически готовимся, да, любое движение должно быть подготовленным, как конкретно этот сарафан вы будете делать. Мы работаем над вашей короткой самопрезентацией, то есть вы работаете над ней по нашим инструкциям, потом вы обратную связь получаете в мини-группах и от кураторов. Дальше там вы идете в этот сарафан с этим, значит, короткой самопрезентацией тоже по определенной структуре беседы, которую мы вам тоже даем. Ну, то есть для того, чтобы вы привлекали клиентов, вам надо заниматься привлечением клиентов. Для того, чтобы вы это делали наиболее эффективно, вам нужно опираться на все ресурсы, которые у вас есть в данный момент, а не писать посты в надежде, что когда-то вам оттуда кто-то придет. Есть много примеров коллег, которые там готрили Инстаграм и при этом не, извините, запрещенные в России социальные сети, но при этом, значит, не получили какой-то никакого значимого притока клиентов оттуда. Поэтому в общем мы делаем конкретные практические шаги с опорой на те ресурсы, которые у вас есть. А ваши ресурсы – это ваши контакты, ваше знакомство, ваши коллеги и ваше понимание себя и ваших потенциальных клиентов. Ну, вот как-то так. Кроме этого, да, я еще тоже об этом говорил, повторюсь еще раз, мы даем целый ряд практических конкретных инструментов с шаблонами по управлению вашей практикой. То есть, как планировать, сколько мне клиентов надо привлечь в месяц. Как планировать, как привлечь этих клиентов. Как понять, когда я хочу повышать стоимость. Как к этому подготовиться. сколько клиентов ко мне пришло в этом месяце. Какова моя чистая прибыль с учетом тех расходов, которые я несу на интервизии, супервизии и обучении. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот это все мы тоже будем вам предоставлять и учить, как этим пользоваться. Вот отвечают, что, к сожалению, совпадает с базовым курсом 29 июля в один вечер. Ну, я думаю, что мы сможем как-то этот вопрос решить. Найдем способы. Зачтем тем, кто участник базового курса и скажет об этом. Зачтем, не знаю, каким-нибудь другим способом. В общем, Дарья, если вы планируете, или Анна, вы задавали этот вопрос. В общем, эту накладку мы будем готовы по разгребать. Не знаю, как назвать. В общем, как-то справиться с ней вместе с вами. Так, ну что, коллеги, уже я на час задерживаюсь, но, возможно, вот Дарья печатает, может быть, у нее какой-то вопрос. Да, если, Дарья, если вы там еще вопрос какой-то остался, задайте его, я вот на него отвечу, и мы будем заканчивать наш эфир. Для тех, кто заинтересовался, ссылки на страничку ассоциации, ой, прошу прощения, на страничку курса, да, узнать подробнее. Кроме того, кто заинтересовался, юридические аспекты деятельности специалистов, для тех, у кого практика более развитая уже, да, но при этом нет ее юридического структурирования, тоже крайне рекомендую, я сам прошел уже этот курс, он очень полезен был для меня, несмотря на то, что я на верхних стадиях уже развития частной практики, и ссылка на курс школы начинающих специалистов, тоже есть на публикации про прямой эфир, который сейчас идет. Дарья, подскажите, пожалуйста, спрашивает, а после окончания этого курса, какой доступ к материалам? Отличный вопрос, у нас одинаковая политика по отношению ко всем курсам, которые сейчас идут к базам, в частности, и к доходу от частной практики. Они доступны в течение 62 дней, по-моему, после окончания курса. Сейчас могу наврать, но там концепция, в общем, одинаковая, да, то есть как с базовым курсом, так и с этим. Вот. Ну, в общем, на этом будем считать, что вопросы подошли к концу. Я надеюсь, что я успел принести вам непереносимую пользу и нести непоправимое добро, рассказав, почему ваш взгляд возможно, да, на развитие частной практики, он не обязательно единственный верный, то есть не обязательно год писать посты и пилить сторис, не обязательно, значит, опять же, там танцы танцевать в ТикТоке, да, у каждого из вас есть свой собственный способ эффективного развития практики. И по нашему опыту этот эффективный способ для начинающих специалистов всегда связан с развитием сарафана. В подавляющем большинстве случаев тем, кто развивает сарафан, достаточно этого сарафана на всю оставшуюся профессиональную жизнь. Ну, в смысле работы с этим сарафаном радио, его укреплением, усилением, прохождением через фазы повышения цен, да, и так далее. Но это уже детали продвинутого курса. Поэтому, надеюсь, вы с этим разобрались, что я немножко рассказал о курсе. Соответственно, подробнее о курсе вы можете узнать по ссылкам у отдела продаж ассоциации, у клиентского отдела, да, у ваших менеджеров. И, кроме того, приглашаю, если вы хотите еще немножко поработать, понять, какие конкретно ваши шаги к частной практике могут быть проведены, прости господи, проведены прямо сейчас, приходите еще 18 июля на вебинар, который будет доступен по регистрации. Уверен, что он будет полезен вам, и если вы уже оплатите курс, и если вы будете еще в сомнениях, да, для тех, кто будет колебаться, просто еще раз напоминаю, предупреждаю, что у нас первый набор ограничен 60 участниками, поэтому, ну, и там у нас активно продажи идут, в смысле, у нас там, как бы мы только начали, да, а уже не ноль, сильно, вот, там, не буду называть цифры, но, в общем, там десятки процентов уже мест заняты, поэтому, если вы чувствуете, что это для вас, не теряйте темпа, да, свяжитесь с вашим менеджером. Спасибо, надеюсь, что вам было интересно и полезно, тогда до новых встреч и в эфирах, и на курсах, и в работе секций, всего доброго, хорошего вечера, друзья, и до новых встреч.